Юные футболисты Самарской спортивной школы номер 9 вышли на связь с московским блогером Романом Гриценко. Роман в прошлом профессионально занимался футболом, но спорту предпочел работу в соцсетях. Самарские ребята продемонстрировали московскому блогеру свои навыки владения мячом. Общение переросло в импровизированные соревнования. Дмитрий Баландин 6 лет профессионально занимается футболом. По окончании спортивной школы планирует поступать в футбольную академию. Своё будущее видит в большом спорте. Погода не позволила так сильно расслабиться, потому что холодно, немножко круто себя чувствуешь. А так всё очень круто. Там с москвичами почеканили. Здорово. Показали мастерство, показали уровень футбола, который учат в спортивных школах. С 10 июня в Самаре работает проект «Порталовый Кан». Местные жители называют мультимедийный экран окошком в мир. Эта идея приобрела особый символизм в День России, объединив случайных прохожих, находящихся в 10, а то и в сотнях километрах друг от друга. На самом деле, мне кажется, очень приятно даже прогуливаясь по набережной, подойти к этому порталу и посмотреть, что в эту секунду происходит в другом городе. Как течёт жизнь, как тоже посмотреть на прохожих, на погоду. Вот там у них солнечно сейчас, а у нас дождливо. Горожане, прогуливающиеся по Самарской набережной в течение дня, обменялись приветами и лайками с жителями Иркутска, станцевали санкспетербуржцами. Кроме того, благодаря работе порталов ВК состоялась кратковременная, но душевная встреча с известным блогером из северной столицы Мией Бойко. Самарские поклонники вместе со своим кумиром коллективно исполнили популярную песню. Пика-пика-чу-чу-чу-чу-чу! Я с тобой хочу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Очень положительная эмоция, приятная энергия. Она средила нас. После кратковременной встречи в волжскую атмосферу с жителям Питера постарались донести участники Содружества солистов-виртуозов Самарской государственной филармонии «Волга фолк-бенд». Они сыграли лучшие произведения из собственного репертуара в народном стиле. Пообщаться с жителями из других городов самарцы смогут до 18 июня на набережной в районе Красноармейского спуска.